Александр Грин. Вперед и назад. Феерический рассказ. Глава первая. В конце мая, в начале июля, город Зурбаган посещается бешеным скороходом. Ошибочно было бы представить этого посетителя человеком даже самой сумасшедшей внешности, длинноногим, рыкающим и скорым, как умозаключение страуса относительно спасительности песка. Бешеный скороход, континентальный ветер степей. Он несет тучи степной пыли, бабочек, лепестки цветов, прохладные и краткие, как поцелуи дожди, холод далеких водопадов, зной каменистых почв, дикие ароматы девственного леса и тоску о неведомом. Его власть делает жителей города тревожными и рассеянными. Их сны беспокойны, их мысли странны, их желания туманны и обаятельны, как видение анахарета или мечты юности. Самое большое количество неожиданных отъездов, горьких разлуг, внезапных паломничеств и решительных путешествий падает на беспокойные дни вешеного скорохода. Пятого июля в сорокамилях от Зурбагана три человека шли по узкой степной тропе, направляясь к западу. Шедший впереди крепкий прямонервный человек лет тридцати трех. Природа наградила его всевообразной цветистостью, отдаленно напоминающую редкую тропическую птицу. Смоглый цвет кожи, яркие голубые глаза и черные вьющиеся с бронзовым отливом волосы производили весьма оригинальное впечатление, сглаживая некрасивость резкого мускулистого лица именно богатством его оттенков. Двигался он как бы толчками, коротко и отчетливо. На нем, как и на остальных двух путников, был охотничий костюм. За спиной висело ружье, остальное походное снаряжение, сумка, свернутое одеяло и кожаный мешочек с пулями размещались вокруг бедер с толковой, удобной практичностью предусмотрительного бродяги, пользующегося, когда нужно, даже рельефом своего тела. Этого звали Нев. Второй путник, развалисто поспевавший за первым, был круглолиц, здоров и неинтересен, в той степени, в какой бывают неинтересны люди, созданные для работы и маленьких мыслей о работе других. Молодой, видимо, добродушный, но тугой и медлительный к новизне. Он являлся того рода золотой серединой каждого общества, которое, по существу, неоспоримо ни в чем, подобно столу или крепко пришитой куговице. Сама природа отдыхает на таких людях, как голодные поедут на окороки. Второго путника звали Пек. А был он огородником. Третий мог бы нагнать тоску на самого веселого клона. Представьте, одушевленный гроб. Гроб на длинных, как бы перекрученных, испитых ногах. С впавшим животом, вздернутыми плечами, впалыми кислими глазами и руками граблями. Его рыжие усы висели, как ножки мертвого полка. Он шел размашисто и неровно, вяло шагая через воздух, как через ряд сундуков. Этого звали Хин. В Зурбагане он чистил на улице сапоги. Все трое шли в полусказочные дикие места Альханскапа. За золотом, скрытым в тайной жиле Эноха. Умирая, Энох передал план тайников нефу. Хин, соблазнясь и стратил на снаряжение деньги из сбликательной кассы, а пик шел, как могучая рабочая сила, годная копать землю и вязать на переправах плоты. Глава вторая. Когда стемнело, путники остановились у небольшой рощи, разожгли костер, поужинали и напились кофе. Огромная ночь пустыни сияла цветными звездами, большими, как глаза, на ужас и красоту. Запах сухой травы, дыма, сырости низин, тишина, еще более тихая от сонных звуков пустыни, дающие вздохи, шелест ветвей, треск костра, короткий вскрик птицы или обманчиво близкий лепет далекого водопада, все было полно тайной грусти, величавой, как сама природа, мать ощущений в печальных. Человек одинок. Перед лицом пустыни это яснее. Нев развернул карту. Вот, братцы, сказал он, отводя ногтем часть линии не более пяти миллиметров. Вот сколько мы сделали в первый день. «А сколько осталось?» – спросил, помолчав Хин. «Столько!» – Нев двинул рукой до противоположного края карты. «Да!» – сказал Пек. Хин промолчал. Устремив глаза в тьму, бесцельно, но напряженно, как бы улетая в нее в далекой цели, Нев сказал. «Помните, что путь наш нелегок. Я уже говорил это. Нас будет рвать на куски судьба. Но мы перешагнем через ее труп. Там глухо. Леса, тьма, враги и звери. Не на кого там оглянуться. Золото залегло в камни. Если хотите, чтобы ваши руки засветились закатом, как глаза, а мир лежал в кошельке, не кряхтите. Пек и Нев вскоре уснули. Но Хин даже не задремал. Беспокойно. Первый раз так опасливо и реально представил он долгий-предолгий путь. Дожди, голод, ветры и лихорадки, пантер, прыгающих с дерева на загривок, магические глаза змей, стрелу в животе и пулю в сердце. Чей-то скелет среди глубокого ущелья. Он вспомнил красоту, отделанного под орех ящика, на котором останавливается шедрая нога прохожего, солнечный асфальт, свою газету, свою кофейню и верное серебро. Он внутренне отшатнулся от того края карты, на котором смеясь Нев положил ладонь, отшатнулся и присмирел. Хин осторожно встал, собрался и, не разбудив товарищей, зашагал к Зурбагану, унося на спине взгляд догорающего костра. Так человек, страдающий боязнью пространства, поворачивается спиной к площади и идет через нее, пятясь. Мир опасен везде. Глава третья. Проснувшись, Нев показал Пеку следы, обращенные к ночлегу пятками. «Нас двое теперь», сказал он, «это лучше и хуже». Пек выругался, невольно все-таки размышляя о причинах, заставивших Хина вернуться. Он был смущен. Затем прошел месяц, в течение которого два человека пересекали Алларгетскую равнину с достоинством и упорством лунатиков, странствующих по желобу крыши. смотря на луну. Не шел впереди. Он говорил мало, часто задумывался, в хорошую погоду смеялся, плохую кусал губы. Он шел легко, как по тротуару. Пек был разговорчив и скучен, жаловался на лишения, много ел и часто вздыхал, но шел. И шел из любви к будущему своему капиталу. Однажды вечером к поселку, расположенному на берегу большой реки, пришли два грязных бородатых субъекта. Их ногти были черны, одежда в земле. Они вошли в небольшой дом, где молодцеватый крупный старик и молодая девушка, красивая, как весенняя зелень, садились ужинать. — Вы куда? — осведомился старик. — К серым горам, сказал гнев. — Далеко. — Пожалуй. — А зачем? — Слитки. — Дураки, — заявил старик. — Туда многие ходят, да мало кто возвращается. — Мало ли что, — возразил гнев. — Ведь я иду в первый раз. Старик хмыкнул, как налепит ребенка. — Херра, покорми их и положи спать, сказал он. — Пусть они во сне целуются с золотом, а на его со смертью. — Шутки не наполняют кармана, возразил гнев. Девушка засмеялась. Пек сел к пирогу со свининой, гнев выпил водки, потом занялся едой. Ужин прошел. Молчание. Затем Херра сказала. — Сумасшедшие, ваша постель готова. — Ты любишь умных? — спросил неф. — Должно быть, если не люблю глупых вопросов. — Какой принеси тебе подарок? — Свой скальп, если ты разыщешь его. — Бери сейчас. Неф нагнулся, поставив лохматую голову. Старик, вынув изо рта трубку, густо захохотал. Девушка растердилась. — Идите спать! — скричала она. Неф скоро заснул. Пек, ворочаясь, вспоминал круглые руки Герры. Утром, когда неф занялся чисткой ружья, пек вышел во двор и сел на бревно, осматриваясь. Вдали, за цветущей изгородью, виднелись холмы хлебных полей. В сарае толкались свиньи розовые с черными пятнами. На другом дворе бродили коровы великанского вида. Под ногами пека суетились крупные цветные куры, болтливые индейки, вечно падающие гуси шипели, как тещи, синие с золотом и хохолками на голове утки охорашивались на солнышке. Старик вышел из хлеба. Увидев пека, он подошел к нему и сказал, «Любезный, в горах дико и дрянно, а у меня много работы». Два месяца назад утонул мой сын. «Если хочешь, живи работникам, мы всегда спокойны и сыты». В это время через двор прошла Херра, улыбаясь себе в солнце в ярком платье. Богатая молодостью, она скрылась. Вся картина знакомой фермерской жизни была для души пека, как оттепель среди суровой зимы. Тоска мучительного и опасного странствования. «Хорошо», сказал пек. Старик подвозил лопату. Пек пошел в дом, где столкнулся с нефом одетым и готовым к походу. «Скорее идем», сказал неф. «Неф, я, где же твое ружье? Послушай, время дорого, пек. Я здесь останусь, работникам». Неф отвернулся. Постояв с минуту, он прошел мимо пека, как мимо пустого места. У ворот он обернулся, увидев Херру, смотревшую на него из-под руки. «Ну, я пошел», сказал он. «Прощай, береги скальп». Неф досадливо отмахнулся. Девушка презрительно фыкнула и повернулась спиной к дороге, уходящей к горам. Голова четвертая. Жизнь знает не время, а дела и события. Поэтому без точного исчисления месяцев, разделивших две эти главы, мы останавливаемся у окна, только что вымотвых Херрой до блеска чистой души. Около нее стоял Пек. «Что же мне делать теперь? Купать лошадей? Херра! Отстань, Пек! Твоей женой я не буду!» Он смотрел на ее гибкую спину, тяжелые волосы, замкнувшиеся глаза и маленькие сильные руки, так, как смотрит рыбак без удочки на игру форели в быстром ключе. Он вдруг озлобился, вышел и повел лошадей, а когда возвращался с ними, то заметил спускавшегося по склону холма неизвестного человека в лохмотьях, так густо обросшего волосами, что сверкали только глаза и зубы. Человек шел сильно хромая. «Пек!» сказал бродяга, взяв под усы лошадь. «Неф!» «Я!» «Я и мое золото!» «Так ты не умер?» «Нет, но умирал». Они вошли в дом. Пеку привел старика, Эру. Все трое обступили Нефа, рассматривая его с чувством любопытной тревоги. Его вид был ужасен. В дырах рубища сквозило черное тело, шрамы на лице и руках, склеенные запекшиеся кровью, казались страшной татуировкой. Босые ноги раздулись, один глаз был завязан. Он снял мешок, ружье, тяжелый кожаный пояс и бросил все в угол. Потом сел. «Скальп цел», кратко сообщило. Девушка улыбнулась, но ничего не ответила. Ему дали еды и водки. Он сел, выпил, на мгновение заснул, сидя и мгновенно проснулся. «Рассказывай», сказал старик. «Для начала», заметил Нев, отворачивая левый рукав. От плеча до кисти тянулись обрывки сросшихся мускулов, подарок медвежьей лапы. Затем, поправив рукав, Нев спокойно, неторопливо рассказал о таких трудах, лишениях, муках, ужас и тоске, что Пек, посмотрев в угол, где лежал мешок с кожаным поясом, почувствовал, как все это на взгляд стало приземистее и легче. На другой день выспавшийся Нев побрился, вымылся и оделся. Он перестал быть страшным, но ведь его все же говорил Красноречиево о многом. Оставшись с ним наедине, Пек сказал, «Ты меня предательски бросил здесь, Нев, я колебался, ты не утащил меня, как следовало бы поступать верному другу, и вот ты миллионер, а я по-прежнему нищий». Нев усмехнулся и развязал пояс. Взяв чайный стакан, он насыпал его до краев мутным желтым песком. «Возьми», сказал он покрасневшему от жадности Пеку. К вечеру Пек исчез. На кровати Нев нашел его записку и показал Херри. «Жадный вероломный приятель, прибыв страшным богачом, ты дал мне всегдашнему твоему скотнику жалкую часть. Будь проклят, я уезжаю от тебя и развратной девки Херри к своему дяде, где постараюсь лет через пять разбогатеть больше, чем ты, хитрый бродяга». «Закурим этой бумажкой», весело сказал Нев. «Не бледней Херри. Знай, дурак кусает лишь воздух. Послушай, я сберег скальп для тебя». Она помолчала, затем положила на его плечо руку, а потом мягко перевела руку на вьющиеся волосы Нева. «Через неделю будет пароход сверху, сказала Херра. Если хочешь, я поеду с тобой». «Хочу», просто ответил Нев. Так началась их жизнь. Одним мужем и одной женой стало больше на свете, богатым разными парами, но весьма бедным любовью и уважением. У подъезда каменного Зурбаганского театра сидел наш знакомый Хин, рассматривая по профессиональной привычки ноги прохожих. Выше он почти никогда не поднимал глаз, считая это убыточным. Прошло несколько времени. На ящик Хина ступила небольшая мужская нога в лакированном сапоге, после нее другая. Хин заботливо их почистил и протянул руку. То, что оказалось в руке сначала удивило его своим цветом. Цветом не ассигнацией. Цвет был коричневый с розовым. Развернув бумажку, Хин, встав с трепетом и почтением, прочел, что это чек на предъявителя на сумму в пятьдесят тысяч. Подпись была НЕВ. Он судорожно огляделся и показалось ему, что в зубаганской пестрой толпе легли тени пустыни и грозное дыхание диких мест промчалось над разогретым асфальтом, тронув глаза Хина свежестью неумолкающих водопадов.